Я изучил много исследований и вот что меня заинтересовало. На данное время длину теломер получилось увеличить двумя способами. Во-первых, усилив активность фермента теломеразы, во-вторых, изменив образ жизни в сторону более здорового. Оба этих способа могут увеличить длину теломер примерно от 4 до 10%. При этом эфирные масла, флавоноиды и экстракты растений могут увеличить длину теломер и скорость их сокращения до 70%. Однако применять фитопрепараты нужно с умом. Кому интересна эта тема, пишите в комментах, я выпущу дополнение. Элизабет Эллен Блэкберн, получившая Нобелевскую премию по медицине за открытие касающейся теломер, в своей книге написала следующее. Мы можем делать вещи, которые влияют на нашу теломеразу и теломеры, что может задерживать переход от периода здоровья к периоду болезни. Для того, чтобы удлинить наши теломеры или, по крайней мере, остановить их укорочение, нам необходимо улучшить наш образ жизни, управляя хроническим стрессом, занимаясь спортом, лучше питаясь и высыпаясь. На вопрос о самых эффективных упражнениях Элизабет ответила. Вам не нужно ходить в спортзал и поднимать железо по 3 часа в день или бегать в марафон каждую неделю. У людей, которые выполняют умеренные аэробные упражнения примерно 3 раза в неделю по 45 минут, теломеры почти такой же длины, как у марафонцев. Смешивать разные упражнения тоже хорошо. Одно исследование показало, что чем больше различных видов упражнений люди выполняют, тем длиннее их теломеры. Интересно, что умеренные спортивные нагрузки ведут к повышению уровня теломеразы, а чрезмерные нагрузки ведут к сокращению теломер. Наверное, поэтому атлеты высоких достижений нередко выглядят старше своего возраста. Ученые, изучавшие людей, находящихся в состоянии тяжелого хронического стресса, обнаружили, что укороченность их теломер связана с тем, насколько сильно они переживают стресс. Но эта связь кажется особенно сильной у людей, ведущих сидячий образ жизни. В одном исследовании было замечено, что даже 10-15 минут легких упражнений в день смягчают эффект стресса. А вообще проблема не в стрессе, а в том, как на него реагируют. Хорошая новость в том, что мы можем научиться по-другому реагировать на стресс и направлять высвобожденную энергию не на разрушение своего тела, а на преодоление причин или последствий стрессового события. Относительно теломера, сберегающей диеты, ученые предлагают сбалансированное питание с большим количеством цельных продуктов, таких как овощи, фрукты и зерновые. Учитывая низкое качество большинства продуктов питания, некоторым людям придется принимать пищевые добавки. Универсального списка добавок не может быть, так как у каждого человека свои дефициты. Но что однозначно полезно для всех, это наличие в ежедневном рационе достаточного количества жирных кислот омега-3. Было доказано, что омега-3 действительно способствует лучшему поддержанию теломер. Нужная форма омега-3 содержится в основном в жирной рыбе. Если у вас нет доступа к такой рыбе, тогда употребляйте добавки с омега-3, но только хорошего качества. Есть некоторые данные о том, что витамин D увеличивает теломеры. Но исследования не полные. Несмотря на это, производители добавок активно рекламируют витамин D как средство по удлинению теломер. Но на самом деле это маркетинговый трюк. Имейте это в виду. Элизабет Блэкберн не единственная, кто доказала, что естественный путь активации теломеразы самый эффективный и безопасный. В журнале Lancet Oncology были опубликованы результаты исследования Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Исследователи показали, что теломеры могут удлиняться очень простым способом без всяких биохимических воздействий, всего лишь изменением образа жизни. Это правильная диета, физическая активность, контроль стресса и социальная поддержка. Люди часто думают, у меня плохие гены и я ничего не могу с этим поделать, говорит Дин Орниш, профессор клинической медицины, руководитель исследования. Но наша работа показала, что теломеры могут удлиняться, когда люди просто меняют свой образ жизни. А длинные теломеры означают меньше болезней и дольше жизнь. В течение пяти лет специалисты наблюдали за 35 мужчинами с локализованной раковой опухолью простаты, находившейся на ранней стадии. В ходе исследования у них измеряли длину теломер и оценивали активность теломеразы. 10 пациентов из 35 изменили образ жизни. Они включили в свой рацион много овощей и фруктов, цельнозерновые продукты, уменьшили количество жиров и сахара. Еще они делали физические упражнения или просто ходили не менее 30 минут в день. Также приняли меры, чтобы научиться контролировать стресс, чему помогала медитация. Пациенты также посещали сеансы групповой терапии, где получали социальную поддержку. Другие 25 человек не внесли никаких изменений в свой образ жизни. Результаты удивили даже исследователей. В группе пациентов, перешедших на здоровый образ жизни, за 5 лет теломеры удлинились в среднем на 10%. Причем, чем больше изменений произошло в образе жизни, тем длиннее стали теломеры. В то же время в контрольной группе пациентов теломеры за 5 лет жизни наоборот укоротились примерно на 3%. Ученые считают, что этот феномен не ограничивается только пациентами с раком простаты, но должен распространяться и на всех остальных людей. А вот вирусные и инфекционные заболевания укорачивают наши теломеры. Депрессия и просто плохое настроение тоже работают против наших теломер. В общем, если обобщить выводы разных исследований, то вот что получилось. У людей, ведущих здоровый образ жизни и имеющих позитивное мышление, теломеры либо равны норме, либо выше нормы, хотя они все равно сокращаются. Но в долгосрочной перспективе такие люди все равно проживут дольше остальных и с минимумом старческих болезней, а кто-то и вообще без болезней. Вот так, друзья. А что вы думаете об открытиях ученых касательно теломераза и теломеров? Не стесняйтесь оставить комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok